Доброго времени суток всем, дорогие друзья! С вами вновь Каспер, с вами вновь Дота 2.рухаб, с вами вновь МДЛ И европейский дивизион, квалификация, финал этой самой квалификации Team Spirit против Elements Pro Gaming И у нас четвертая карта Первые три были какими-то совсем быстрыми Были игры 22 минуты, 17, 13 И вот, судя по прогрессии, должно уже там быть меньше 10 минут Давайте, если будет пятая решающая карта, просто напикаем или в нем Это будет тоже вполне себе приемлемый результат Стадия драфта на ваших экранах Bane Invoker, Wingard и Shadow Shaman Продолжают команды гнуть свои линии Продолжают брать ровно тех же героев, что и до этого В Висптини только нарисовались мы, видимо, элементы с Pro Gaming Oracle также у них появился, которого мы видели две карты назад Ну и четвертый пик Пока все было совсем непонятно Вот действительно, слишком быстрые игры Вообще не ясно, чем команды хотят играть Чем они умеют играть, чем они не умеют играть Баны практически всегда одинаковые Мы видим то, что Виспа вот Видно все чаще и чаще У ребят Но что-то Тоже с периодическим успехом с этим Виспом все там получается Earth Shaker Вновь появляется Earth Shaker Так, что у нас тут Пока посмотрю, чем тут у нас ребята играли Так, у Спиритов уже был Висп Один раз выиграли, один раз проиграли И один раз еще выиграли Ну, элементы, собственно, пока у нас обходились без Виспа И это впервые в этой серии для них появляется Виспович Но зато инвокер у них постоянно находился То есть ребята вот этими героями решили свапнуться Войд в бане, ну нет, нет Только нет, а зачем Войда отправили в бан? Я хочу посмотреть на Войда Я хочу посмотреть на этого персонажа В чем ваша проблема, команды? Зачем вы его баните? Его никто и так не пикал В чем ваша проблема? Да, мне тут говорят, что я сейчас начервлю И у меня будут 180-минутные катки Но честно, я скорее удивлюсь Если у меня будут 180-минутные катки здесь Потому что пока что-то все было совсем мясное Ну, возможно, я сейчас начервлю И действительно будет какая-то 200-минутная игра Одна, а то и две Я останусь здесь с вами ночевать Но мне кажется, что этого не будет Так, секунду Боже, почитал про стереотипы и с раскладным столом И Новым годом Насколько же это правда? Я просто вспоминаю то, что действительно У всех людей, которых я знал У всех дома всегда был раскладной стол Который открывался только на Новый год И там на день рождения Боже, это было действительно так Ладно, у нас тут Угрмак пятым пиком заехал И Эмбер Спирит у нас также появляется Дженерал будет катать на Эмбер Спирите Все уже окончательно поподписывались своими никнеймами Судя по всему, осталось только, чтобы Йоку еще у нас нарисовался Но нет, нет, у него пока просто гуд гейм Ну что ж, гуд гейм так, гуд гейм И давайте поглядим, кто на ком у нас будет играть Команда Elements Скрин на Оракле Кингер, Висп, Иллидан, Тинни, Дженерал Эмбер Спирит и Йоку Эртшикер Собственно, команда Сперит у нас остается Always Wanna Fly, Shadow Shaman, Ramzes 666, Vengeful Spirit Afterlife Огрмак, Айсберг на Инвокере И Габлак катает у нас на Бэйне И у нас небольшая пауза в игре Что ж Let the mortal pause begin Пойду-ка проверю, все ли хорошо Боже, как много рекламы Kick and ban Я видел замечательную кнопку с kick and ban Оказывается, я могу так делать Вы, если что, можете тоже писать в чате непосредственно на Азубу Я смотрю, там большое количество людей уже собралось Не знаю, у меня вроде как он работает нормально Единственная проблема с Азубу Это с мобильными приложениями Потому что, допустим, у себя на телефоне Я его не могу нормально запустить Вернее, не могу запустить вообще никак Потому что приложения нет Флэш не поддерживается Беда-беда-беда-беда И даже на планшете он работает с трудом Потому что картинка в оконном режиме Тоже отсутствует, только в полноэкранном Дает ее посмотреть Но на компе вроде работает стабильно Поглядим, правда Как себя покажет этот Азубу Когда будет нагрузка чуть побольше Да, у меня там спрашивают Читаю ли я чат Я действительно читаю чат Но я не всегда его читаю Не всегда есть возможность Не всегда есть желание Иногда там просто куча спама Иногда нет настроения Иногда нет просто времени Иногда я просто туплю и забываю Но это не основная цель Моего присутствия там Ну и в принципе Мое присутствие здесь в этой игре И в основном мы здесь для того Чтобы посмотреть, что же происходит Как вот Огрмак выходит, например, на руну Нет, на руну он не выходит Он поставил этот стандартный вордец Руна нижняя достается Иллидану Верхняя руна достается Айсбергу Верно? Верно И парни разбегаются восвоясь Виспкини в центре Это у нас было на первой карте Если кто забыл Нет, там был не Виспкини Там был Виспхауснайт Точно, там был Виспхауснайт И Виспхауснайт убил инвокера Ну просто в салат В итоге К чему придет эта линия Пока не совсем понятно Боже, там просто Алакрити Алакрити у Айсберга Говорит, сюда иди Этому Виспу У которого 500 хп Ну, кстати, еще пару Плюшек бы получил Висп и мог бы раму не собрать Конечно, рама у него там и так Не особо-то сборная Но Не в этом суть Но вообще, что получается? Получается, два ранжевичка Против Милишного Тини И весьма дохлого Виспа Я бы не сказал, что Тини тут будет легко стоять Учитывая то, что мы видим Тут экзорд С вексом Так что и Скорость атаки И Урон Весьма-весьма неплохой Может быть У инвокера Существует то, что Алакрити есть Там за 45 маны Просто супер халявный Алакрити Ну и с таким вот халявным бафом Можно-то и жить на линии Ничего не скажешь Как у нас дела на топе Обстоят На топе у нас Обстоит пока Шейкер Уровень 2 Вообще Вот здесь Этими конкретно героями Убить Шейкера Особо труда составить не должно Во-первых Вы должны его совершенно спокойно расхорашивать Просто выходишь И этим же Шадл Шаманом И развалившись в кабинет Во-вторых Контроля очень много Но ЕС от таких персонажей Убегает весьма Весьма посредственно Пока Рамзес вообще толком крипов добить не может Очень неудобно Урона пока не хватает Совсем Вышка просто ломает все Просто ни одного крипа не забрал Да, там был ферстблад Вообще плевать хотел Не люблю я ферстблада этим Или да, но у нас убили Ну ладно, шучу, конечно же Неприятно Вот просто неприятно Винга из-за там Огромной двойной практически пачки крипов Там добила буквально Одного или двух крипчиков Так, у нас тут зарядили Во второлайфа Неплохую плюшенцию И есть шанс у Эмбера его сгореть Должны быть сейчас фисты Не фисты, точнее А сиринг чейнс Но они почему-то не срабатывают Хотя вроде бы паранжу доставал Но там анимация была на краешке Так что, видимо, не посчитала Как говорит Так, а вот нам и показывают Эмберспирит 6.86 Его замечательным винрейтом С 20 по 40 минуту 2.11 Ну да, только Пара команд, вернее пара игроков По-прежнему используют этого Эмберспирита Как одного из основных Своих персонажей Хотя сейчас слишком много других Хороших персонажей Для того, чтобы юзать конкретно Эмбера Так Ну вот там, говорят, приложение есть Вы не понимаете У меня слишком У меня слишком специфический вкус У меня Windows Phone И с этим там были проблемы Хотя вот сейчас Совсем скоро появится новый И Он вроде дружит Со всеми этими флешами И прочей фигней Самое топовое То, что можно Прям Из интернета Скачивать фильмы Это мне очень нравится Это очень удобно Ну да ладно Это, конечно, не то Ради чего покупается Но Один из плюсов Так, ко мне тут ходят люди Зачем ты пришел, человек? Уходи Просто уходи Я люблю одиночество Я уединился тут со зрителями Да у нас пока-то 0.1 Пока начало весьма спокойное Кроме того, что Телега прилетела на голову инвокеру А во всем остальном Все весьма тихо И мирно Так, у нас тут что-то Габлак загулял малость Но его не увидели И остается Висп у нас пока С Только рунгаригеном Ну вот вроде бы Есть возможность Сейчас у ребят За счет того, что Третий Экзор Действует через Санстрайк Почему? Этого никто не делает Для меня по-прежнему Остается загадкой Вот возможно Через 7 секунд Когда Огро откатится Очередной Стан Тогда возможно И будет Брошен Санстрайк Нет Санстрайка По-прежнему Нет Санстрайк Бьет на 225 Если что То есть Ровно на половину Столба Оракла Так Пошел поджог Будет сейчас съедена Манга Возможно Но На Огро-Мага Выходит Да И Это скорее всего Будет Минус Да Да Заряжает Оракл Есть Плюха И это Фраг В общем Слишком долго тянут Слишком долго тянут Спирит Просто Вышли Дали стан Убили Человека Либо хотя бы Его на базу прогнали Да И перетяжка у нас Еще и в центр Идет от шейкера Но ее Контролируют спириты Благодаря вот этому Варду Который с первой минуты Был поставлен Огро-Магам кажется Так Вот нам говорят Что Габлак Мистер уникальность Как и всегда Бэйн Винга Шаман И Огро-Маг Впервые в одном Пике на про-сцене Ну ладно У нас тут пока Драка вроде бы начинается Очередная зарядочка Была по инвокеру У инвокера Малость прессанули О ешечкой Там шейкер Афтершоком шваркнул Ну а что делать дальше Хотя вот сейчас Мана на фиссуренку Откатится Я бы на месте Инвокера немного Отошел Можно ведь И подвстрять Так Сейчас Буквально секундочку Меня тут Бьют током Не нужно меня бить током Тут у нас драка Начинается А меня бьют током Я не могу комментировать Когда меня Бьют Где эти все санстрайки Покажите мне их Я где-то кажется Слышал только что один Но Что-то частое использование Пока не замечаю Хотя вот сейчас Нападает на Элидуана Хорошо пошла Еще одна фиссурка Тут же Oracle Будет ли разрядочка Нет разрядочки Нет Пробить инвокера Также нет возможности А вот теперь просветка И теперь все намного проще Пойдут ли за Огрмагом 4 3 2 1 Роняем Шекера на Огрмага Нет Никто никого не роняет Элидан решил не тосать Корову Хотя мог Бы Так А у нас вот что-то у Винги Происходит Вингапка Формит 42 на 25 Очень крутой крипстат Лучший пока на карте Но это же Винга Вот не знаю Мне почему-то Винга Не слишком нравится На роль Хардкерри Хотя у нее есть Все предпосылки Для того чтобы быть Таковым Хардкерри И оглушение вроде бы есть Минус арморчик есть И бонусный урончик есть Все прям есть Тут фиссурка Прям под телепорт Ну и Начинает у нас Пригорать Рамзес И Пригорает Пригорает окончательно Погибает у нас Винджфул Спирит Для Эмбера Это немножко лишних денег И он обгоняет Вингу Уже на 800 Единиц Золота Инвокер Находит Аркейн Руну Вот это уже Очень миленько Так Что там у него Уже четвертый экзорд Окей И Второй Квасик Как мы видим То есть Совсем скоро Сансрайк Будет шваркать Еще Ну он уже В принципе Шваркает Достаточно больно 287 с половиной Хитпоинтов Как вычисляется Половина хитпоинтов В доте Ну ладно В принципе Понятно Как там Тут Вроде бы Дробных Нет Но Суть ясна Шадоу Шаман Покупает уже Аркан Буци Окей Пока что Флай мы видимо Оставили на линии Для того чтобы он мог Немного подформить Винга Малость отстранилась Ну С другой стороны Ее Только что Малость отстранили Не совсем В ее Планы входило Уходить с этой линии Но что уж поделать Шадоу Шаман в итоге Подфармливает Тиня Очередной выход В центр Вышка тут тоже Потихоньку проседает Но Ее спириты Хорошо Казалось бы Отбивают Пошел слипчик Есть телепорт Сейчас должны будут нападать Тут виз Подтягивается Но улететь Естественно не может Потому что Что правильно Шестого Нет Эх Смотрю на все эти Бурные обсуждения Того что Линзу надо фиксить Драгонлендс Этот надо фиксить Ну Забавные артефакты На самом деле Конечно При Грамотном использовании Они Очень Страшные Но Вроде как Ничего там Супер Мега Убер Дисбалансного Я не заметил Ну по крайней мере По опыту Там Игр 10 Вот Огоним на Магнусе Вот это мрак Вроде бы И смешно А на самом деле Нет Так У нас тут Проблема Уол из унафлая У него просто Влетает въезд Вместе с теником Еще и Оракл Тут прокастовал Итого 4 игрока Элементс Про гейминг Сразу же на топе Оказывается Ну значит Что можно попрессовать По другим направлениям Малость Например Да где угодно Например В меди есть вышка На ботами Тоже есть вышка Просто пойдите Just do it Просто Присоедините Ну и еще один выход Теперь уже в смоке Шейкер И оракл Шейкер Заходит между вышками У него есть Сейчас бы побольше Тут заходит Шейкер Будет Хаслэм И Хаслэм Есть Но ворды Шадоу Шамана Расстреливают Всех И Кингер Кингер Тут Возможно и выхилится Конечно Да Подхиливается Малость Но то что выживает Оракл И Висп Наверное не самое лучшее утешение Для команды Элементс Потому что тут Сами они забрали Только Вингу И Шадоу Шамана А у них Отжали всех коров Важных Этот Бэйн Так наивно бежит Хочет схватить Скрена Что Я не знаю Сейчас его должны убивать Наверное Хотя Нет Нет Разбудили Шейкер Подходит Но летит сюда еще и Висп Фисурка И это будет минус Габлак Тинни этот Санстрайк Вообще Пока что до лампочки Потому что Экзорт уже давно не максился Врыв От Имбир Спирита Нападает на Огрмага Пошли чайные Поджог Двойной мультикаст Тут же Флай Но Дженерал Не оставляет таких пацанов в покое Просто так Еще два фрага И Скрин уже доминейтинг На своем Оракле Вот так вот иногда бывает Когда ты не в курсе Что у противника есть Макшин и Экзорт Да 500 голды Заработал только что Инвокер Совсем на халяву На 287 хитов Это дофига Ну и линза появляется На Огре У нас Как мы видим Вот на Огре Линза мне На самом деле нравится Потому что Изначальный Рейндж Фаербласт У него Достаточно убогий С Игнаетом Вроде все более-менее норм Ну вот Фаербласт Действительно такой Не самый длинный Скилл Что Очередной раз На Рошана заходят Да Заходят на Рошана Там мы видели Овечку большую Такую Красивую овечку Ну и Рошана Спокойно убивают Этот момент Пока не контролируют Элемент Никуда они не выходят Ни на какого Рошана Воевать Ничего Ну и собственно Давайте на 14 минуте Уже взглянем на графики Что там происходило Происходило то что Рейденты Вели там 2000 Сейчас идут В районе полутора Ну из-за того что был Взят Рошан Там Игиды Все дела Деньги И возможно Сейчас будет отжиматься Там одна вышка за другой Могут очень сильно Элемент Просесть И это будет говорить о том Что Спирит Выиграет в серии Но возможно Все еще сведется К решающей Пятой карте Пока Вот такими темпами Как развивались события На предыдущих Трех картах Можно смело сказать Что возможно Решающая пятая Возможно Тот кто будет там Выбирать ФП Или там сторону Тот окажется на коне Возможно так и будет На вот Вот она Забирается Вышечка Хотя С другой стороны Радиенты Тоже уже Вышку одну Забрали И Нужно улетать Сейчас Спиритом Для обороны Своего Таура Ну вообще Эмбер Спирита Тут есть чем ловить Если будет Например Линг Даггера На Шадоу Шамане Это совсем замечательно Если нет То остается Конечно же Уповать на Скорость реакции И на выход Шадоу Шамана Я не знаю С какого-нибудь леса Либо же Вылазку Бэйна С его там Линзой Потенциальной Будущей Так На Рамзеса Напали Это минус Венжи Фолл Спирит Тоже инвокер Ничем не мог помочь Да Но игра Потихонечку выравнивается Как мы видим Но Если речь бы зашла Лайте Я Могу Наверное Со стопроцентной Уверенностью Сказать Что мне Пик у Элемент Больше нравится Что у них Герои В лейте Достаточно Качественные Хотя вот С 40 лам Небольшие Есть вопросы Но Во всем остальном Волименее Все эти Эмберы Тинем Может быть Тяжело Защищать базу От этих Пацанов Да Сюда бы прыгнуть. Давай вот сюда. Да, вот сюда. Можно прыгать. Шейкер прыгает. Хорошо, но сразу же ловит Хекс. И его съедают. А где же все остальные? А вот они все остальные. Тинни прилетает. Дает тоже прокаст. Габлак пока что, правда, выживает. Потеряли пока только одного шаду шамана. Тим Спирит. Свап идет от Венчфул. Спирит. Иллидан также бежит просто из-за меса. Да, конечно, много урона он там в итоге получил после ульта Оракла, но выживает. И размен один в три. Да, формально, конечно, один в три, но мы видели, как вообще ушел Тинни. Совсем в моделях. Так, что у нас там? Эмбер, что ли, вязался в кого-то, да? А что это за прыжок был от Эмбер Спирита? Что за прыжок воли? Да, немного странно. Хотя вот сейчас Тинни, Бэйн, Вилл. Ну, а дальше, наверное, не получится погнаться. Дальше там товарищи должны быть слишком мобильные. Двойной мультикаст. Шейкер. Возможно будет влог. Игнайт. Пытается уйти Огрмак, но его находят. И даже линза ему никакая не помогает. Еще и Винга здесь встреет. Да ладно, неужели? Винга дает стан. Еще виз пятая. Ей разбивают кабинет. Рамзес пытается уйти. Тут инвокер со спины, с метеором. Ну и инвокер тут, наверное, умрет. Хотя инвокер пока неплохо отбивается. Эмбер Спирит уже на месте воюет. Выбивает эгиду из инвокера. И вот так вот Шейкера приговорил шедо-шаман. В общем-то что-то вообще несуразное происходит. Простите меня, конечно, но я не знаю. Какой-то трэш-угар и садомия. Третий некрономикон уже у инвокера. И вроде бы он не единственный обладатель этой книжки. Может быть кто-то тут еще ее собирает. Нет, 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 нет. Нет, только инвокер. Так, что у нас там по графикам-то изменилось? Не изменилось по коронным счетам ничего, кроме того, что вот Шедоу Шаман сейчас может погибнуть. Что это было за оракловское чудо. Ну, не на этого пацана, да, изначально, видимо, кидать надо было. Ну, ладно. Погоня за скрином. У Габлака Форстафа нет, Блинка нет, поэтому не совсем понятно, чем они собираются его догонять. И нужно идти нести следующее издание. Не знаю, Тир-2 на ботме, Тир-1 на топе. Возможно. Тем более, что там еще сторона подпушена нехило. Да, тут много крипчиков. Нужно идти их забирать сейчас. Ну, Эмберу, в смысле. Эмберу нужно сейчас не встрять от того, как он их забирает, и успел отреагировать. Окей. Да, тут Оракл немножко поотспамливал. Ну, вот говорят, что типа, блин, надо доджи драки, драться нельзя, но, во-первых, ребята проигрывали, вернее, даже не проигрывали, не так-то и много. Урона там от шейкера и Тинни в толпу должно было быть достаточно. Хотя, с другой стороны, больше ОЕх практически-то и нет. Пах. Ну, и даже Смоук использовали. Элементс. Настолько сильно хотят подраться. И ждем врыва от шейкера. Ага, я понял. Нам долго ждать врыва от шейкера, потому что его просто здесь нет. Линза также прилетает к Бейну. Так, Бейн начинает дошить кингуэра. Хорошо, шейкер ворвался, сбил к облаку только что финсгриб. Стяжечка. Вот, виспа. Ииии, они, кажется, с дженералом выжили. Но, шейкер. Да, шейкер, наверное, не выживает. Хотя, погодите-ка, он сделал блинкаут. Только что кладет еще и фиссуру на развороте. Это минус инвокер, минус огромак. Тиня уже здесь. Горит там у нас шеду-шаманчик. Горит у нас также очень серьезный венгар. Да ладно, это минус 4. Что они творят? И вообще пофиг на то, что там змейки шеду-шамана по кому-то плюют. Просто по барабану. Слушайте, ну минус 5. С такими-то раскладами. Совсем не дурным. Ну вот, нормально. Инициация сейчас получилась. Не получилось ничем ответить на эту инициацию у спиритов. И в итоге 4 косаря денег. Для того же Эмбера. Что весьма-весьма удручающе. Честно, мне интересно посмотреть, как эти команды прошли до того же там гранд-финала этой квалификации. Как они играли с другими коллективами. Потому что пока здесь достаточно, я не знаю, мало что ли каких-то невероятно феноменальных решений. какого-то феноменального экшена или супернеобычного там драфта. Может, мы, конечно, еще немного не привыкли к этим коллективам. Но, возможно, привыкнем со временем. Кристалис сразу же Эмбер берет, не откладывая денег на выкуп. По мне, наверное, правильно. Да, у нас еще и пауза в игре. Вообще замечательно. Надо хоть встать немножечко размяться. Слишком интересные игры. Но вообще это уже самая долгая игра серии. Если что, 23 минуты. Вроде бы 22, там что-то с половиной была первая карта, самая долгая. Ну, может быть, 25. Точно не помню. Ну, кто-то говорит, что там спириты легко Европу сделают и все такое. Я не знаю. Мне кажется, что могут и не сделать с большей долей вероятности. Не знаю вообще, как так квалификации сложились. Ну, чтобы ребята дошли до гранд-финала. Но вообще интересно пока посмотреть, к чему у нас придет этот гранд-финал. Пока я вообще не впечатлен. То есть, ну, вообще ничем происходящим. Просто бегают типа и месяца что-то. Кто-то кого-то убивает. Прикольно. Так, отжимается у нас пауза и мы продолжаем. Хорошо. Варды у Оракла и... Вот куда они отправляются. Пока отправляются в центр. Немножко разминулись спирит. Ну и пока по-прежнему никого не нашли. Должны понимать, что если в своем лесу нет противника, значит он находится скорее всего в чужом лесу. Да, вот даже попинговали соответствующе. Да, еще и Тинь тут в крыску забирает Тир-2. Хотя готовится атака, заходит айсберг с фланга, хорошо поджигают Кингера. Очень быстро погибает Висп. Очень быстро. И что, будет ли байбэк или просто убегут в разные стороны? Понял. Все опять разбегаются. Если бы меня кто-то разбудил, когда это закончится, было бы так замечательно. Хотя, пока Рошана хотя бы забирают. И то хоть какой-то экшен. Просто зашел Тинь и умер. Хотя нет, не просто зашел у Мертини, потому что тут еще совсем не просто погибает Огрмакс шадл-шаманом. Да ладно, там Шейкер влетел в толпу! Ультра-кил от Дженерала. И вот он Эхо-слэм на 6,5 миллионов. Он его сделал, я слышал это. Это было очень больно. Но, естественно, поздравляшки. Хорошо сыграли. Хорошо выиграли замес. И хорошо сейчас могут забрать Эгиду. И точно так же хорошо продолжать фармить. Потому что Эмбера, Спириту, еще есть куда фармить. Он еще не закончил. Для него все только начинается с появлением Баттлфьюри и Кристаллиса. Ну, или там Доедалуса. Ну что, будет ответный выход в смоке? Попытка какая-то изменить ход битвы? Нет, пока просто ломаются агрессивные варды Габлаковым. Знают этих ребят. Как они играют. Тут говорят, что я одним глазом в чат, а другим посматриваю игру. На самом деле не совсем так, потому что одним глазом я уже практически сплю. Вроде бы 26 на 14. Вроде бы много месива. Но... не знаю. Может быть, я просто слишком устал за сегодня. Поэтому у меня какое-то такое настроение не совсем рабочее. Но я постараюсь себя перебороть. Пока все идет к тому, что Эмбер Спирит всех убьет в итоге. И какой-то суперконтрии этому Эмбер Спириту пока у Спирит нет и, наверное, не будет в ближайшем будущем. Да, тут уже криты по 700. Тут уже пиши пропало. Нам остается только дождаться на концовке этой игры. Не думаю, что она будет какой-то неожиданной. Скорее всего, просто еще одна драка с минус 3, минус 4 от Дженерала. Закончится надписью ГГ со стороны Спирита. Это будет решающая пятая карта. Но до нее стоит отдать должное. мы достаточно легко добрались. Потому что у нас старт был в 6, сейчас еще даже 9 часов нет. То есть и гипотетически пятая решающая карта начнется в 9 часов. То есть на 4 карты у нас ушло 3 часа суммарно. Это достаточно быстро. Да, ну Тинни пока отходит. Спирит фактически осознает насколько они слабее. То, что с их артефактами пока тут ничего не сделать. Но остается в таких условиях только, наверное, надеяться на ошибку противника. То, что где-то немного подгуляет этот Эмбер Спирит, отхватит лишний Хекс и отъедет. да, с этими победками. Я, кстати, видел некоторые матчи. Вот там действительно они играли очень круто. Тут пока все выглядит очень посредственно. то есть сами ОГС играет в последнее время не слишком феноменально играют. Вот мне очень понравилось, как играли Virtus.pro на саммите. Вот кроме последних трех карт. Так вот, кроме последних трех карт все остальные матчи у них были суперкрутые, суперпонятные и супер... Я не знаю, как там. Классные в исполнении. Вот в чем было дело. Да, но будем надеяться, что недудос все-таки похоронил Виспа, потому что Кенгер все-таки вернется еще к нам. Пойду-ка попереписываюсь в чат. Так, еще Висп пока не вернулся. Можете пока еще в Твиттер что-нибудь интересное написать. Возможно, какие-то вопросы, которые вас интересуют. И постараюсь ответить на них, учитывая то, что комментирую пока что один. Тут правильно написали. Соберись! Хватит всем видам показывать, что тебе пофиг на эти команды и они вообще играть не умеют. Я не говорю, что они играть не умеют. Но игры какие-то немного бессмысленные по большому счету. Если бы они не умели играть, они бы вряд ли дошли до финала такой квалификации, потому что там было очень много хороших коллективов. что-то еще есть. Нет, фантастическая пятерка нам не нужна. Вы все равно не понимаете, о чем я говорю. Где этот чат? Вот он. Я смотрю, наш статман пишет, дождусь ли я когда-то, чтобы ты меня добавил в френд-лист? Возможно. Слишком много R написал в нике, поэтому нет, не добавлю. Где взять музыку с сегодняшней трансляции? Сегодняшняя трансляция там вроде бы все с MonsterCat, то есть SoundCloud, MonsterCat. Там все это музло есть. Можете смело туда заходить, прямо в развертную строку вбивать то, что я только что сказал, и вы найдете это музло. Там, кажется, микс, не микс, а как он называется, подкаст Voyage 23 вроде бы так называется. Я его даже когда-то в Twitter скидывал, но потом забил. не знаю, сколько у них там паузы эти обычно идут, потому что этим турниром занимаемся не мы, поэтому я даже на команду особо наезжать не буду. Пусть разбираются со своими проблемами с соединением с интернетом. Да, ну вот, переподключается последний игрок, и мы продолжим смотреть четвертую карту этого гранд-финала европейских отборов на MDL. Что там, кстати, у нас по артефактам Тревела Некрономикон. Не, ну в принципе с этими Некрочами можно, конечно, шороху навести, если драка там хоть немножко будет длиться, они просто все умрут с одних фистов, а концепция, когда все будут умирать с одних фистов, она очень-очень действенная. Поэтому затягивать особо не стоит, когда Ember Spirit обгоняет на 4,5 тысячи ближайшего своего преследователя, это совсем плохо. Тем более, когда этот ближайший преследователь, это еще, ко всему прочему, инвокер. То есть это даже не хардкерри, что уже чревато серьезными проблемами. Так, когда Volvo будут раздавать инвайты на мажоры? Да вроде как уже должны, вроде как до Нового Года или еще что-то, какие-то такие цифры вроде бы были. Так, а что тут, кстати, у Elements за логотипчик? Там показали, что он какой-то странный. Ну, вообще похоже на решеточку дренажную, если уж на то пошло. Тут просто дракончик. Тоже ничего сверхъестественного. А, ну, вот, мне тоже тут ребята пишут, что просто Vega и Virtus.pro вроде не слишком серьезная относится к своим матчам, поэтому ну и проиграли вот у этих коллективов, которые сейчас играют в гранд-финале. Не, оно, с одной стороны, и хорошо, то, что вот у всех этих команд есть возможность прорваться на какой-нибудь лан более-менее нормальный и заявить о себе, у каких-то игроков есть возможность засветиться, что они действительно умеют играть и на будущее они попадают, скажем, в вот этот драфт для смены составов. спрашивают у меня, не хочу ли я начать стримить. Ну, если это был тонкий рофл на тему того, чтобы действительно вести нормально эту трансляцию, то рофл зачтен. А если речь идет о том, чтобы стримить вот в неофициальной, скажем, обстановке, где-то сидя из-за во что-то там катать, нет, у меня просто нет времени на это. Я бы с радостью, ребят. Может быть, вот может быть, на днях у меня получится, если у меня будет немного эфиров, а эфиров там вроде бы действительно не слишком много, и будет немного свободного времени, может быть, это чудо произойдет. У нас, кстати, весь переподключился. Но пока нет, 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 слишком мало времени. Все-таки семья, вот это вот все. Халява закончилась. Так, у нас тут свап Тинника. Убьем до ульта. Кстати, могут. Хорошо. Кингер еще подсейвил. В итоге Висп умирает очень быстро. Правда, Эмбер тоже срезал там одного товарища. Еще одни фисты! Да ладно, инвокер, беги, глупец, беги, спасайся! Нет, все нормально. Тут все пока выжили. Так, Дженерал заходит обратно. Будут еще одни фисты. Ну, Змейки пока стоят. Вот это самое главное, то, что Змейки стоят себе спокойненько, отстреливаются и Эмбер пока у нас улетает на противоположную линию. Да, посплитить немножко. Хотя нет, не совсем противоположную. Просто на центр сместился. Блин, хорош все-таки герой со своими травелами. Прыгаешь себе, сплитишь. Замечательно себя чувствуешь. Команда тебе за это только благодарна. Так, у нас тут Флай очень серьезно встрял. Шейкер просто с тотемом на него ныряет. Да ладно, Шейкерос, Шейкерос должен жить. Кинни, нападает, убивает двоих сразу же. Даже никакая подмога толком не понадобилась и очень страшно подходить, что этот фестирующий пацан может просто шансов не оставить. Кстати, они, короче, пошли. Пошла также просветочка, где Шейкерос. Шейкерос, Шейкерос идет. С Хаслэмом входит. Фиссуренька также неплохая. Авторлайфа зацепила. Дженерал, два удара с рученьки. Еще и фисты, еще и в ремнантик заходит. Это минус пять. И это скорее всего г-г. Пока еще спирит это не пишет. Нет, пишет. Действительно good game will play it и действительно пятая решающая карта. Уже в который раз у нас на турнирах все сводится к решающей пятой карте. Да блин, нельзя бы с фадин просто катнуть что ли? В чем ваша проблема, пацаны? Да, собственно, самая долгая пока играет в этой серии. Почти 30 минут она шла. И, наверное, я не скажу, что она была самая интересная. Тут по-прежнему все было в одну калитку. Где экшен? Где упорная борьба? Почему происходит какая-то хрень непонятная? Почему команды просто в нулину сливают эти 2.6, 2.7, 2.8 статистика постоянно у всех? Где действительно нормальный экшен? Соберитесь, команды. Мы тоже с вами соберемся, ненадолго посмотрим, точнее, послушаем еще немного музыки и увидимся с вами буквально минут через пять. Далеко не разбегайтесь. Решающая пятая карта этого финала. Я вроде бы тоже немного разогрелся, так что обещаю быть не таким унылым куском. Давайте, увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok